о спорт ты мир ну как наша великая спортивная хихисты веселопедисты я как-то пришел в этот камяницу блять нас мест нету я говорю днем нет у вас свободного места да я говорю это что за люди в трико здесь но это хоккеисты команда юность у нас я говорю ну вы команда юность да у меня есть альбом юность а вы юность игры сколько они шайб забили ну вот вообще в реестре мировой культуры там мирового спорта вот там тугеза то есть на каком они там месте блять игрика мне сейчас придет виталий гурков мой друг там еще пару спортсменов ну то есть вот в мировой общей классификации чего-то да там спорта он там пускай в сотни я среди артистов там белорусских но пускай чуть держусь там на сорок девятом месте да там в общем эти хихисты типа кушают а что там за комната а ну да это вид надо поговорить с людьми говорю давайте мне ну не будем друг другу я в этой каменице был еще там 15 лет назад дайте я сяду в зал ко мне придут мои друзья и мы будем потому что я ничего не понимаю ваших иерархических каких-то игрищей кому-то позвонить в общем чиновники да какие-то должны появиться там про какой-то спорт сказать ну что больше всего всех волновало в моем известном вот этом психоделическом интервью слова геноцид типа как он имеет право слова геноцид говорить вот сейчас я вам расскажу так вот про культурный геноцид айтишники текают киев переполнены концерта здесь играл с бчб было больше людей чем с украинскими стягами все разъехали с мюнхена звонят организаторы говорят когда вы к нам белорусики у нас от белорусов тут белорусов в канаде белорусов в вильне белорусы кругом белорусы кругом белорусы они везде нужны классные работники активные яркие интересны а в одной стране нужны там нужны прихвостник какие-то с фамилиями ну как может быть чиновник с фамилией дурнив вы вообще думаете своей головой вы хотя бы им псевдонимы придумали умнив дурнив поменяй свою фамилию на умнив хотя бы блять вы даже до этого додуматься не могут ну как блять зайти в кабинет ты должен дурнив ну извини меня дурнив ты может приличный человек да типа спортсмен там был но вижу блять какую херню вы все там творите главное нельзя так яростно надо блять быть очень аккуратным блять после альбома рабкор после того как мы тут орали блять кричали сколько блять ребят меня учили быть более интеллигентным надо быть сдержанным не переходи на их язык а он киргизы блять вам показали ну нам показали какой язык нахуй виллы грабли блять а то киргизы да ну то киргизы блять киплю ребята киплю потому что реальный геноцид геноцид стране останутся такой гупешки блять только гупешки я говорил культурный геноцид а сейчас и спортивный геноцид то есть создается такая среда когда самые активные самые яркие люди у которых есть свое мнение вынуждены покинуть страну они становятся политическими иммигрантами нужно менять свой образ жизни расставаться кому-то семьями там я не могу сходить на могилу своего отца да там самохвалочих деда который кровь проливали там из-за беларусь там за ссср отец военный до офицер причем у нас с ним были совершенно разные политические взгляды он как бы приветствовал да там режим ну не режим на вогуле то есть он стал что-то понимать когда ну когда стали явные там уголовные дела заводиться когда к нему приехать к больному паркинсону не мог так вот я хочу сказать блять вы что вообще творите куча каких-то долбоебов с барсетками которые ни хера блять ни в чем не разбираются разгоняют блять людей которые ради страны блять тренируются годами берут рекордные высоты представляют нашу страну посмотрите какая красавица вот это и волейболистка и вы знаете своих детей даже там саша романовская фристайлистка да вообще это это гордость это элита они должны вами командовать кто там гурков милитина станюта то есть они хозяева страны они представляют страну весь мир знает беларусь по этим людям так вот спортсмены каждодневным трудом своими подвигами они славят страну они есть страна не гештальт блять там не ваши вот эти все блять а вот кто в спорте нихуя не добился кто научился там мало-мальски драться но кто-то таких как гурков там или другие серьезные спортсмены на тренировках пизды отгребал научился два-три приема те куда идут нахуй нахуй иду да они идут потом в армейку а после армейки вам он потому что соц обеспечения и знаете что они все время блять говорят нам ты моих детей кормить будешь вот это самый главный отмаз ты моих детей кормить будешь нет я твоих детей блять кормить не буду но мне их очень жалко возможно им есть нечем будет твоим детям блять ты нихуя не понимаешь ну вы не понимаете в детских играх блять они будут блять зашкваренные ваши дети и внуки потому что вы пиздили работников трудяк тех же спортсменов вы создали эту среду при котором при которой блять нормальным приличным людям приходится блять убегать страны вы будете сидеть своих сука блять лошадь сах в этих социальных каких-то блять многоэтажках понимаешь хуярить лицкая по вечерам там закусывать какой-то каким-то говном там блять выходить на улицу ебальники бить такой же капоте как и вы и думать что вы своим трудом своей работой ну хотя бы блять детям своим помогли нихуя хуй вот вы как раз о своих детях подумайте потому что блять посмотрите историю что было с детьми полицаев я ничем не угрожаю это просто такой детский мир блять будут давать пизды лучшем случае никто водиться не будет блять обзываться там какую-то ерунду клеить потому что детей вы не заставите знаете кого-то любить это рубикон умереть